Всем привет! Меня зовут Лена. Спасибо, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня я хочу вместе с вами протестировать новинки от марки Victoria Shue. У меня здесь два стика. Это стик называется два в одном. Здесь одна сторона матовая, другая сторона хайлайтовая, да, ну то есть первомутровая, грубо говоря. У меня два оттенка, у меня 06 и 05. Один 05 более розовый, ну не более, он розовый, а вот этот уже более бежевый, цвета шампанского. Я хочу вместе с вами сегодня один из этих стиков. Я вам сейчас покажу сводча, естественно, и того, и другого. И вместе с вами нанесем один из этих стиков. Посмотрим, как он смотрится, как он распределяется, как он вообще выглядит. После этого я поделюсь уже с вами своими впечатлениями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выберем сторону, он же у нас двухсторонний, помним, одна сторона светлее, одна темнее. Я даже знаю, как можно классно сделать, можно сделать блик. Так, а, то есть так, одна сторона мат. Пятый, он более розовый, у меня вроде сегодня все такое розовое, я хочу розовый. Давайте его попробуем. Мы сияющий хайлайтер нанесем на скулу, а матовый консилер мы нанесем немножко под бровь, потому что, ну как бы он прям очень пигментированный, я вам скажу. Я даже, если честно, боюсь наносить, я такой формат впервые использую хайлайтера. Конечно, мне кажется, что этот формат больше, ну, чисто для бровей подбровного пространства будет удобен, но мне прям интересно, потому что взять с собой такого плана хайлайтер и знать, что он не разобьется, тоже классно. Ну, блин, выглядит он хорошо, а вот как его растушевать? А, ну, вот, бьюти-блендером его можно растушевать. На второй стороне, кстати, попробуем тогда растушевать его кистью. Чтобы знать, чтобы вы знали, для тех, у кого бьюти-блендера нет. Так, ну, смотрите, он растушевывается, но я, тем не менее, советую наносить именно туда, куда вы хотите нанести, так как, ну, чтобы границу сильно потом не тянуть. Он не снимает, кстати, сейчас слой предыдущий, то есть вот у меня там был тональный крем, часть консилера туда заходила, в эту область. И немножко, может быть, повлажнее надо бьюти-блендер. У меня, кстати, здесь есть вода в спрее. И немного смочу его, чуть-чуть, чуток. Да, блин, ну, да, он у меня вообще что-то уже подсох, почти сухой был. Конечно, в жизни я столько раз не буду намазывать. Вот с первого раза то, что я нанесла, этого было бы предостаточно. Просто я хочу посмотреть сейчас, насколько его можно наслоить, на что он вообще способен. Если его использовать именно в качестве хайлайтера для лица. Потому что здесь написано, что это стик два в одном для глаз, бровей и тела, и лица. Ну, то есть, как бы, куда хотите, туда и наносите. Мне кажется, еще в уголке глаз будет классно. Знаете, я, кстати, не всегда наношу хайлайтер на вот скулу. Вот хочу вам показать. Кстати, знаете, я не всегда наношу хайлайтер на скулу. А бывает, хочется свежо выглядеть, там, сиси-крем нанесла, брови причесала. Но галочку над верхней губой хочется выделить всегда. И, допустим, уголки, да, глаз. Но у меня тут уже нанесены блесточки. Но просто я про то, что это вот можно сделать в машине на ходу прям таким форматом. Я просто сразу для себя отмечаю, что я могу положить в свою экстренную косметичку, которую я беру с собой, когда сильно опаздываю и уже в пути могу привести себя в порядок или забежать куда-то в туалетную комнату. И вот такие форматы, они, конечно, вообще спасают в этом плане. Вот такая красота получилась. Я надеюсь, вам видно, что он достаточно красиво и вместе с тем деликатно сияет именно вот таким розовым переливом. Так, давайте на вторую сторону нанесем. Блин, так хочется нанести вот этот попробовать, но я собираюсь дальше записывать видео, будет странно. И мне кажется, он будет для меня темноват. Он такой бронзовый прям. И еще попробуем его в каком-нибудь видео в качестве теней. Просто я люблю бронзовые тени. Здесь тогда сейчас нанесем и распределим при помощи кисти зеркала, возвращая в его исходную позицию. Что это у меня тут скаталось? Смотрите, как я еще вот на второй щеке, на второй скуле уже приловчилась. Я в центре давлю больше, да, а к периферии блика уже давлю чуть меньше. И тогда, мне кажется, вообще растушевать не будет проблем. Попробую своей привычной кистью, если вот у меня она вот одна с собой в косметичке. Подснимает кисть продукт и делает прям совсем жемчужное сияние. То есть бьюти-блендер, он вбивает и делает более интенсивным блик, а кисть вот эта немножко, ну как бы она же растирающими движениями, она подснимает. Тоже вариант, кто-то любит именно такие варианты. Сейчас попробуем нанести, распределить, вернее, немножко другой кистью, чтобы знать. Эй, что у меня тут скатывается? Ну да, кистью тоже можно распределить. Разные кисти, немного разные где-то около, но чуть-чуть разные эффекты. Поэтому, ну, это надо уже на своем прям лице экспериментировать. Кто что любит, можно получить, в общем, кому что больше нравится. Еще люблю вот здесь добавлять совсем немножко. Слушайте, ну, конечно, это очень удобно, очень удобно брать с собой. Думаю, это просто вариант отличный. Я бы хотела тогда, чтобы весь стик был хайлайтерный, ну, именно сияющий. Попробуем, как этот стик поведет себя под бровью. Наношу его совсем легко, потому что боюсь переборщить, так как он такой прям жирненький. Чем бы мне тебя распределить, друг? Не нашла подходящую кисточку, не взяла с собой. Есть у меня та кисточка, которой я наношу консилер жидкий под бровь. Попробую ей, плоская такая. Ну, хорошо работает. Хорошо работает. Нет, я ошибалась. Пусть он будет двухсторонний. Это тоже хорошо работает штука. И еще можно попробовать вот так набрать. Хотя, в принципе, карандашом удобно. Нет, так не очень. Ну, если совсем надо еле уловимое высветление, тогда да. А если хотите поярче, то тогда из карандашика прям. Смотри-ка, и даже кисть подошла какая была в наличии. Ну, слушайте, мне нравится эффект. Хороший, очень такой лифтинг подтягивает. Цена этих стиков 269 рублей за штучку. Вес я даже вам сейчас в граммах тоже постараюсь найти. Здесь масса 2,98 грамм. Ну, то есть почти 3 грамма продукта. В принципе, мне кажется, для такого формата адекватная, достаточно бюджетная цена. В плане, опять же, формата я в восторге. Это обязательно пойдет в мою ежедневную косметичку. Розовую с удовольствием буду использовать сейчас. Вот этот потемнее, да, оттенок номер 6, 0,6. Оставлю на лето, буду также с удовольствием использовать. Потому что, как я уже говорила, где-то быстренько галочку над верхней губой выделить. И, ну, формат именно либо travel, либо какой-то косметички, на которую вы берете на выход, накраситься бегом-бегом. Вообще отличный вариант. И распределяется, как вы поняли, в принципе, тем и другим. Но бьюти-блендер мне, конечно, понравился чуть больше. Я обожаю их гель для бровей от Victoria Shoe. И с удовольствием буду вот эту сторону матовую использовать под бровь. Именно замаскировать какой-то недостаток вряд ли таким розовым у меня получится. Вот этим, кстати, бежевым-то, наверное, и получится. Да, вот этот, кстати, второй стик, он натурального цвета, вот этот корректор, но темного для моей кожи сейчас. Летом будет, как я уже говорила, хорошо. В общем, я могу оценить эти стики высокой оценкой. Мне они очень понравились. Ничего в них плохого я не нашла. Единственное, что вам понадобится к этим стикам, это либо умение затачивать канцелярским ножом карандаши, либо, как в моем случае, большая точилка. У меня с двумя отверстиями точилка. Одно для классического карандаша, второе отверстие для вот такого большого. Правда, я очень довольна. Мне очень понравился эффект. Мне понравилось и как наносится, и как сияет, и что можно наслоить, и что можно именно вот как бы так точечно его распределить. В общем, я вам рекомендую. Надеюсь, что этот обзор был вам полезен. Спасибо большое за просмотр и за ваши пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И совсем скоро увидимся в новых видео. Пока!